Итак, прежде чем работать с анимацией, нам нужно скачать несколько скриптов. Первый скрипт это будет Advanced Skeleton, вот он у нас. Тут очень много версий, можно качать любую. Я работаю, сейчас скажу с какой версией. Вот с этой вот версии, 5.8.9.5. В принципе, рекомендую качать ее или чуть-чуть выше. Почему? Потому что на более новых версиях не работал, там могут быть свои какие-то баги. И я о них не знаю, поэтому рекомендую работать с этой, либо чуть выше. Версии Maya я рекомендую работать не выше вот этой версии, 22. Лучше, ниже. Почему? Потому что часть скриптов, скажем так, которые вы можете скачать, они на более поздних версиях не будут работать. Это первое, второе. Допустим, 20-я версия Maya, она очень стабильная. 22-я, она, скажем так, любит вылетать. Про 23-ю я ничего не скажу. Вот такие мои рекомендации. Итак, вот у нас есть Advanced Skeleton. Что нам нужно сделать? Нам достаточно взять, допустим, нажать, и у нас скачивается Advanced Skeleton. Он скачивается. Если мы зайдем в архив, у нас есть файлы, и у нас есть Install. Тут, в принципе, написано, как ставить. То есть, в какую папку нам нужно положить скрипты. По этому описанию очень просто поставить Advanced Skeleton. Нам надо его закинуть в папку со скриптами. Вот по этому пути. И в окно Maya закинуть Install. В принципе, ставится он очень просто. Никаких проблем с этим не возникнет. Этот скрипт нам нужен, чтобы работать с анимацией и с ретаргингом. Это первое. Второй скрипт, который нам может потребоваться, это Studio Library. Что он делает? Он сохраняет позы и анимации. И мы можем сохранить позы в одной анимации и переносить в другую. В принципе, он тоже так же достаточно просто скачивается. Он бесплатный. И тут есть инструкция по установке. В принципе, на сайте все подробно написано, как его устанавливать. Проблем с этим тоже не должно возникнуть. Вот у нас есть скрипт. Если мы зайдем, то мы увидим, как его устанавливать. Надеюсь, с этим проблем не возникнет. Третий пункт, важный для нас, это немножечко настроить Maya. Идем вот сюда, вот эту менюшечку. Здесь во вкладке Settings ищем Animation. И Evolution Mode ставим Parallel. Так Maya будет, скажем так, выдавать больше FPS при работе. Это прям нам важно. Все остальное, в принципе, хатки и горячие клавиши, они устанавливаются, ну, скажем так, по собственному желанию. Как вам удобно работать, так вы и ставите.